Работать над собой только над своим мышлением — это неправильный подход, нужно работать и с телом. Двойное комбо всегда было лучше. Потому что если ты не двигаешься, думай ты там, не думай, лежи на диване, не лежи, да, будет что-то происходить, тело должно иметь способность двигаться, чувствовать, потому что, работая с мышлением, в первую очередь, нам нужно разбираться в своих чувствах, да, что мы чувствуем. Но если тело деревянное, то чувствовать очень сложно. Самый быстрый способ — это, конечно же, массаж, потому что после курса массажа даже пяти сеансов ваше тело становится настолько чувствительное, что когда вы начинаете разбираться со своими программами, какими-то блоками, которые вас останавливают, эти озарения просто идут очень быстро из-за того, что ваше тело начинает очень быстро реагировать, и вы начинаете понимать себя. И поэтому, блин, советую, кто ещё дома лежит на диване, вставайте и бегите, там, я не знаю, пробежки делайте на турниках. Сейчас, пожалуйста, в любой двор выходи, тренируйся сколько хочешь, потому что в каждом дворе выходите, хоть на турничках вечером поработайте. Давайте о времени реализации. Когда говорят, что сознание мгновенно меняет реальность, это чуть преувеличено. Расскажите, сколько у вас времени занимает сознание до проявления в действительности? Здесь я бы хотела сказать, оно как бы и преувеличено, с одной стороны, если вы не привыкли на себя обращать внимание. И в то же время не преувеличено, потому что оно вот так вот меняется мгновенно. Я сейчас даже прикол один расскажу с бутылкой. Если вы хорошо себя чувствуете, натренировали, привыкли обращать на себя внимание, на свои чувства, на свои реакции, на свои эмоции, то у вас это мгновенно происходит. Это может и секунда быть, что тебя просто переключает, это может и день быть, что переключает, может быть и неделя. Всё зависит от того, насколько вы готовы к этим изменениям, всё зависит от того, насколько вы расширены в своём мышлении. У вас сейчас убеждение, что это не мгновенно, нужно какое-то время, это тоже шаблон мышления, это тоже программа, с которой надо поработать. И вас это останавливает, естественно, тормозит. То есть нам нужно всегда осознавать, что нас тормозит. Если вы не видите, как реальность меняется, значит, это не значит, что она не поменялась, это значит, что вы не обратили на это внимание, либо вас что-то тормозит, и вы недоразобрали, что именно. Вчера такой прикол был. Значит, задали мне вопросы, что я ем, питаюсь я как человек или нет. Я говорю, да, я питаюсь как человек, показала свой холодильник. Я помню, что у меня стояла бутылка Джеймисона, мне ещё муж говорил, что давай по стопарику с лимончиком выпьем вечером. Я говорю, ну, давай. У меня прям воспоминания, ну, очень чёткие, что у меня был Джеймисон. Я заглядываю в холодильник вчера, рассказываю, что у меня там лежит. Вижу бутылку, читаю Джеймисон, и я не вижу другую. Вот. Потом мне сегодня рассказывают в комментариях, то, что Белик какой там Джеймисон, у тебя совсем другая бутылка стоит. Я говорю, как так? Я заглядываю в холодильник, читаю Джеймисон, блин, вы что, говорю, годите, что ли? Заглядываю второй раз, другая бутылка, другое название, нету там Джеймисона. Я говорю, ну, как это? Заглянула ещё раз, действительно, у меня совсем другая бутылка. То есть о чём это говорит? Это говорит о том, что мы хотим видеть то, что… вернее, мы видим то, что хотим видеть. Реальность эта меняется, или не реальность, неважно. Реальность – это всего лишь иллюзия. Мы в реальности внимаем только своим вниманием, что готовы внимать. Я была готова на Джеймисона, и я его, блин, видела в упор. Когда мне сказали другое, я это перепроверила, я увидела совершенно другое. То есть здесь, скорее всего, вот о чём вы говорите, там, преувеличено, не преувеличено, всё зависит от того, о готовности видеть, что ли, о готовности того, что вы хотите видеть. Очень много примеров, что… Вот я веду эти консультации, там какие-то у нас сейчас курсы, эти занятия идут в группе, пишешь задание. Так, ребят, мы сейчас трансформируем шаблон в «Хорошо-плохо». Мне ниже вопрос, а что мы сейчас трансформируем? Я говорю, читали выше сообщения? Читала. Я говорю, ну, не вижу. То есть ты пишешь человеку то, что ему нужно сделать, он читает и не видит. Я говорю, хорошо, мы трансформируем шаблон «Хорошо-плохо». Ещё раз пишу. «Нелли, а мы точно трансформируем шаблон «Хорошо-плохо»?» Я говорю, да, точно. Меня опять переспрашивают. То есть в упор люди не видят. Положите всё на самое видное место, даже есть такой прикол, да, и вы не увидите это. То есть всё, что далеко спрятано, легко найти. А вот то, что на самом видном месте, то, что вот перед носом, то, что вот реальность поменялась, мы её не замечаем, потому что это слишком очевидно, это слишком просто, это слишком, я не знаю, понятно. Мы не привыкли к каким-то простым вещам, понятно, нам всё хочется усложнять. Есть такой прикол, что реальность-то меняется просто миллионы раз в секунду, но это настолько быстро происходит, что мы этого не замечаем. Если взять квантовую физику, о чём мы всегда говорим с вами, то, что мир просто распадается на один кварк или в пустоту 9 триллиардов раз в секунду, 100 триллиардов раз в секунду, я не знаю, но это очень много и очень быстро. И обратно собирается, делая точный слепок нашего сознания. Мы умираем, прикиньте, в секунду триллиарды раз. Умираем, нас нету просто в пустоту и делаем картинку. То есть реальность, она всё время меняется. Вопрос, подтягиваете вы в новую реальность, в новую картинку то, к чему вы привязаны или нет, всё зависит от вашего мышления, как вы привыкли реагировать, как вы привыкли чувствовать, как вы привыкли смотреть на всё. Мы ко всему привязаны, к людям, к ситуациям, к воспоминаниям, к знаниям, к прошлому. Каждое слово имеет какое-то для нас определение, какое-то чувство. Мы к этому чувству привязаны. И мы тащим из картинки в картинку. Всё это то же самое, поэтому картинки очень сильно похожи, которые собираются триллиарды раз в секунду, и нам кажется, что ничего не меняется. Но в самом деле есть изменения, но мы их не видим, они слишком ничтожны. Но если вы глубоко сидите, разбираете свои шаблоны мышления, и высвобождаете свою силу, движение, энергию из привязок, то тогда картинка сильно меняется, тогда вы можете заметить изменение реальности. Но вы её замечаете только в процессе, когда вы полностью фокусом внимания погружены, заметить это, и вы рассуждаете какую-то привязку, какой-то шаблон. Тогда вы видите, как реальность быстро меняется. У меня вопрос. Не могу разобраться с принятием. Творцы супер, а принятия нет. Что с ним разбираться? Вы либо принимаете, либо нет. У нас есть очень классный шаблон — сомневаться. То есть принятие — это типа якобы «я ни в чём не сомневаюсь, я принимаю так, как есть». А сомнения и несомнения — две крайности одного целого. И вот это целое составляет, что если вы сомневаетесь, то тогда вы можете сомневаться в каждой картинке мира, которую вы видите, и делать её новой. То есть постоянно творить и принимать то, что вы сомневаетесь, принимаете, что вы идёте в новое, то есть сомнение — это как инструмент. Я сомневаюсь в своих действиях, и это даёт мне толчок к развитию, опять что-то новое, 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 новое делать. Это не хорошо и не плохо, это круто, поэтому сомневайтесь, почему нет. Просто принимайте ваши сомнения, это же круто принимать, то, что я во всём сомневаюсь, для того, чтобы всё время по-разному, по-новому пробовать. Не знаю, понятно объяснила, Курлая, нет? Смотрю тебя только, Нелли. Теперь совсем не хочется никого больше слушать. Кстати, у меня сегодня такой диалог само с собой произошёл, то, что нужно ли читать книги, кого-то слушать, кого-то смотреть. Безусловно, нужно. И это интересно. Себя познавать, но не с целью того, что ты узнал его точку зрения, теперь будешь жить, как в книжке написано. Это не значит для того, что нужно прочитать эту книжку, всё ей следовать, а для того, чтобы пережить этот момент познания интересного, чего-то нового. Потому что каждый человек, если воспринимается вами как ваше продолжение, как ваше зеркало, как частичка тоже вас, и вы себя познаёте через другого, это, блин, интересно в моменте делать. То есть читать книжки не на будущее, что я прочитаю, и потом буду в будущем что-то делать. А мы же сейчас учимся с вами жить здесь и сейчас. И очень классно в моменте читать, наслаждаться просто, что я сейчас познаю в себе то, что я не знала в данный момент. То есть не для будущего это делать, а вот для сейчас. Тогда да, это круто. Но если вы читаете книжки с какой-то целью, не для того, чтобы сейчас переживать чувства, эмоции, тогда да, это херня какая-то получается. Тогда вы уводите себя и здесь, и сейчас, и опять на будущее что-то пытаетесь сделать, запланировать. Всё, чтобы мы не делали, даже вот эту качалку, в которую я сейчас пошла, там, бассейн, я не делаю это для цели укрепить своё тело. Я не делаю это для цели, для того, чтобы моё тело было здоровым. Я не делаю это для цели, чтобы оно выглядело как-то лучше. Нет, вообще не интересно, что завтра будет. Здесь и сейчас я это делаю только для того, чтобы получать удовольствие в самом процессе. Я сейчас плавала в ванне, делала такой заплыв часовой, и я просто кайфовала, разглядывала там каждую кофелинку, мне так было интересно. Я чувствовала разную температуру воды, прям делала контрастный душ, и я наслаждалась этим моментом. Не с целью вымыть голову и выйти такой красивой из ванны, потому что я была фу-фу-фу-фу грязная, типа нет. Я просто наслаждалась вот в состоянии здесь и сейчас, разглядывая, чувствуя, кайфуя. Не почему, просто потому что классно. И книжки я тоже читаю, и смотрю кого-то. Не для какой-то цели определённой. Моя цель, как я вот в посте выложила, бесцельное существование. Поэтому я учусь сейчас вот в моменте жить, наслаждаться вот прямо здесь. Сейчас мне захотелось книжку почитать, я её почитаю. Кстати, о книжке. Тоже хочу немножко проанонсировать свою книгу, которая у меня буквально выходит уже скоро. Я её уже, можно сказать, дописала, там осталось. Перечитать её я хочу просто поправить некоторые моменты. Она у меня написана. Книжка-курс, хакер-бук, где каждый день вы выполняете задания, читая эту книгу, добавляете предыдущие задания и учитесь жить осознанно, чувствовать, творить, как исполняется желание. Любовь, счастье, познание себя, предназначение. Там всё в этой книжке описано. И как уроки даны для самостоятельной работы, для выполнения. Полноценный курс. И хочу вам её всем дать. Я прям кайфую, когда говорю об этой книжке. Собрание, наверное, со всех моих курсов в этой книге, потому что там будет 70 уроков, прикиньте, 70 уроков на каждый день. Или задолбала грустное настроение внутри. И оправдывала его, и принимала, опять накрывает, и получается фокус внимания на том, чего не хватает. А что я могу тут сказать? Грустное настроение. Что такое для вас грусть? Вы хотите… У вас желание, да, грустить. Если вы его осознаёте, это желание, то у вас просыпается мгновенно другое желание, как бы противоположное. Если у вас лень, вы разрешаете себе лениться, долго вы тоже не можете в этом состоянии находиться. Вам хочется что-то сделать. Отсутствие желания — это уже желание, да, чтобы ничего там не делать. Я хочу ничего не делать, но вы уже при этом хотите делать ничего или хотите делать… Когда мы лежим, да, мы тоже делаем действие. Мы лежим. Лежать — это тоже действие. И чтобы мы не делали, мы всегда что-то делаем. То есть у нас работа бесконечная всего. Грустное состояние — вы хотите находиться в каком-то там покое или ещё что-то. Но как только вы разрешаете это себе делать, тут даже не оправдывать его нужно. Просто разрешите кайфануть, ну вот реально кайфануть от своей грусти. Я очень люблю грустить, смотря особенно на дождь на улице, когда вот дождь, всё, у меня такое грустное настроение, такое грустное, грустное, грустное. Я прям обожаю его. Это состояние такого умиротворения. Но мы не можем долго находиться в одном состоянии. Нам хочется его постоянно менять, менять, менять. Но как только вы фокус внимания сместите на чём-то другом, что вам интересно, вы уже о грусти забудете. Вам нужно пробудить интерес, потому что любое желание осуществляется с помощью единственного пинка — это интерес. Если интереса нету ни к чему, тогда вам нужно его хотя бы искусственно вызвать для начала. Напишите список, чего вы хотите в этой жизни сделать. Проявите к этому интерес. Это уже сместит фокус внимания с того, что вам грустно, на поиск интереса того, что вы хотите в жизни. Узнайте, что вы хотели бы за эту неделю сделать, чему научиться, что выучить, какому языку выучиться, что там с телом сделать, что поесть, куда сходить, что посмотреть, что порисовать, не знаю, может, петь или ещё что-то. Хотя бы найдите, какой у вас есть интерес хоть к чему-то, но он же должен у вас быть. Как только вы переключите интерес хотя бы для того, чтобы найти этот интерес, это уже интересно, да? Согласитесь? Ну вот сейчас согласитесь, что вам интересно найти интерес. Но как только включился интерес, процесс уже запущен. Он, всё, движуха уже пошла. Встаёте, листочек, ручку, пожалуйста, начинайте. Сам процесс, он вас захватит в процессе. Знаете, ещё такой аппетит просыпается во время еды. Я не хотела есть вчера вообще. Ну просто я ничего не ела. Пришёл муж, говорит, так, давай, корми меня. Ну хорошо, садись. Я тут курочку пожарила, кашки сварила, давай салатик. Вот он, а ты? Причём это уже второй день происходит у меня так. Я говорю, я не хочу. Я вообще есть никогда не хочу, потому что у меня всегда такая движуха. Пустоту заполнять, мы привыкли едой внутреннюю, но моя пустота заполнена чувствами. Поэтому внешним, ну мне физически не хочется есть. Я её не хочу заполнять внешним. Вот он такой, ну попробуй хотя бы что-то сама приготовила. Я себе чуть-чуть положила, одну ложку, ну нормально. Он говорит, ну вкус хоть почувствуй. Я говорю, ну ладно, вторую ложку. Распробовала вкус, и мне так интересно стало попробовать ещё салат, потом курицу, то есть начала просто с каши. И мне в процессе родился вот этот интерес всё распробовать. И действительно я сидела, ела, ну и наслаждалась, и мне было кайфу. Но аппетит этот вырос только когда я начала его делать. До этого не было. И вот так второй день уже происходит. Как наполняться? Наполняемся мы, естественно, чувствами и эмоциями. Как наполняться? Пожалуйста, осознайте, что вы хотите чувствовать. Просто помедитируйте. Знаете, есть классные медитации в интернете. С голосом или просто с музыкой. Полежите и прочувствуйте хотя бы, что ваше тело вам показывает, как вы на него реагируете. Я, например, захотела прочувствовать и наполниться запахом кофе. Вот у меня даже одного запаха, вот я сижу сейчас, нос очень хорошо прям чувствую, не так, как раньше. Я наслаждаюсь в последнее время после операции запахами. Они меня везде преследуют, и я прям дышу, и мне вот классно. Но на это нужно обращать внимание свое. Почему мы ничего не чувствуем и не наполняемся? Потому что мы вечно, а где, как, мыслями, миллиард мыслями где-то в думках в завтрашнем дне, во вчерашнем, что-то вспоминаем, что-то хотим сделать. Мы не наслаждаемся здесь сейчас. Вот есть такие тренинги, где можно, задание просто проведите день, один день, допустим, сегодня или завтра, давайте сегодня, как последний день вашей жизни, что бы вы хотели сделать, тем вы хотели бы насладиться. И вот наполните себя вот всем этим. Не откладывайте на завтра, что вы хотите сделать сегодня. Знаете, такую поговорку? Если что-то вы отложили на завтра, значит, вам это не нужно, перестаньте об этом беспокоиться, потому что все, что вам нужно, вы пойдете и сделаете. Мы же не откладываем туалет на завтра, не откладываем чистить зубы на завтра. Вам это нужно, вы это берете и делаете, вы не задумываетесь. Ой, а как это на завтра отложить? Продумываю я план дойти до туалета? Или продумываю я план позавтракать или попить кофе? Нет, вы просто то, что вам реально хочется, вы берёте и делаете. Перестаньте откладывать те вещи, которые вы действительно хотите сделать. Пойдите, да сделайте. Запишитесь, куда вы хотите. Как относитесь к Таро-картам? Вот, кстати, ко мне обратилась одна девушка и говорит, что Ниль, давайте я вам погадаю на Таро. Знаете что? Я согласилась. Говорю, напишите мне во вторник. Это было на прошлой неделе. Я расскажу потом в прямом эфире, каково это вообще было, что за ощущения. У меня проснулся интерес. Но, опять же, интерес не для того, чтобы загадывать на будущее. Она мне скажет ровно то, что я хочу в данный момент от себя услышать. Она мне скажет ровно то, что в данный момент мне нужно. То есть я уже заранее знаю, что она мне скажет. Но мне это интересно, как она это скажет, во-первых. Во-вторых, я же весь мир изучаю через других людей. И каждый, что мне транслирует, — это моё, это мои мысли, которые я, допустим, не принимаю, либо хочу принять, либо хочу о себе узнать. Что бы она ни сказала в моменте, естественно, гадание на будущее — это бред из-за того, что я могу его поменять много раз. То есть в данный момент это будущее складывается из точки здесь-сейчас. и оно как бы понятное, настоящее и правда. Но если я в точке 10 сейчас меняю своё мышление, естественно, у меня будет другая ветка будущего. Но то, что если она мне расскажет на 50 лет вперёд, что меня ждёт, если я буду с тем мышлением, какое у меня есть, то так оно и будет. То есть я к ним отношусь так же, как и ко всему нейтрально, нормально. И она мне не может ничего сказать того, чего бы во мне не было и того, чего бы я не хотела услышать. То есть я вот так имею в виду, что ваше мышление меняется. И знайте, что ваше будущее всегда в ваших руках. Но на данный момент с вашим мышлением оно было бы вот таким. И это интересно. Вот реально, мне интересно. Так вот, девушка, если ты меня сейчас смотришь с Таро, сегодня уже понедельник, а ты мне должна была написать во вторник, напиши мне, куда пропало. Мне ещё до сих пор интересно. А потом вам расскажу. Не могу ответить на вопрос, зачем вокруг все болеют ковидом. Смерти я не боюсь. Ну, планета чистится, она такая же живая, как и вы. Всё нормально с этим. Я не принимаю своё тело, не принимаю, что я могу ему дать. Как можно не принимать тело? Это единственное то, через что вы можете чувствовать. Вы можете жить только благодаря вашему телу. Как его можете не принимать? Ну, если вы не хотите его принимать, то тогда оно у вас скоро отберётся. Будете без тела. Бестелесный. Вам интересно будет, что ли? Тело, наверное, единственное, что в данный момент у нас есть, ну, по-настоящему. Ну, и в то же время даже тело нам не принадлежит. Нам ничего не принадлежит. Но та иллюзия, которую вы можете прочувствовать, как настоящая, что что-то принадлежит, это хотя бы тело. Можно через него перемещаться, чувствовать запахи, вкусы, наслаждаться этой жизнью. Без тела вы бы не смогли. Блин, ну как его можно не любить? Ну как? Оно уже, блин, одно единственное у вас. Вы не можете пойти в магазин и поменять своё тело. Его надо настолько любить, чтобы не потерять его. А многие ещё пишут, я не люблю людей. Посмотрите, сколько людей всего сделали. Мне бы пришлось самому выращивать овец, освеживать эти шкуры, делать из них барабаны, чтобы поиграть в себе музыку, шить одежду, открывать фабрику. Но я же сам не могу всё делать для себя. Смотрите, сколько люди для вас сделали просто. Вы пользуетесь творчеством всех людей. Как их можно не любить? Просто вы не задумываетесь о плюсах. Привыкли видеть минусы. Стакан полный или пустой наполовину? Кто-то видит, что он наполовину пустой, кто-то наполовину полный. То есть всё зависит от того, как мы реагируем. Отслеживайте свои реакции вот эти вот все негативные. Находите, смотрите на картину в целом, как вот на слона. Кто-то видит хобот, уши и так далее. А на слон он другой, не просто часть. Вы в какую-то одну часть уверовали и всё время туда смотрите. Расширяйте своё сознание. Начните рассматривать, какие здесь плюсы, какие здесь выгоды, какие здесь кайфушки, какие здесь радости. Старайтесь держать фокус внимания осознанно на том, что у вас есть, а вы держите фокус того, что нет. Тело плохое, фу-фу-фу. Ну найдите хотя бы в нём тысячу плюсов. Разглядите их. Только решила написать отзыв о закрытом, а тут прямой эфир. Ой, давай, напиши нам отзыв про закрытый после эфира. Пиши да побольше. Есть чат трансформации, там вообще отрыв башки. Да, есть чат, телеграм еще, там мы трансформируем три проводника, мы трансформируем. Вера, Виктория и я втроём. Каждого, кто там крутится. Шаблон омышления там просто в пух и в прах каждому. Так, задаю себе вопрос, что я сейчас чувствую, как правило, это скорее что-то не очень позитивное. Хочется радоваться, что с этим делать. Это в каждом эфире было, посмотрите мои другие эфиры, но в двух словах. Мы все одно целое привыкли делить на две части, противоположные. Вот с этой стороны позитив, а с этой негатив. Это хорошее, типа плохое, но оно целое, нет ничего ни хорошего, ни плохого. Мы просто разделили. Один, смотря на эту ручку, будет видеть плохое, другой хорошее, смотря как вы фокус внимания на этом целом держите. Но вам нужно увидеть целое, почему хорошо — это плохо, а плохо — это хорошо. Почему радость — это грусть, а грусть — это радость. То есть вам нужно найти целое. Почему чистый — это грязный, а грязный — это чистый. Блин, поиграйте, это ж так интересно, это ж так интересно рассмотреть. Это ж такое творчество, вообще просто, реальное творчество рассмотреть. Целое в двух противоположностях. Когда вы хотите радость, отрицая грусть, вы как бы ломаете эту ручку, ручку это целая на две части, естественно, у вас целого нету, вы тогда ни того не получаете, потому что с этим боретесь. И это не получаете, то есть радость не получаете. Вы её не можете получить, потому что радость является частью нерадости. Вы хотите изменить, то есть вы хотите ручку взять и изменить, вы её ломаете просто, и, естественно, испытываете недовольство, потому что вы ничего не получаете, то есть у вас нету целого. Вы просто поломали, ручки нет, всё. Все крайности, они являются частью целого, И вам нужно рассмотреть. И пока вы какую-то часть отрицаете, до второй вам не добраться. Все чувства, они на самом деле нейтральны. Мы привыкли их просто наделять. Мы не привыкли рассматривать. Мы с этой стороны слона подошли и видим его жопку. А вот мордочку не видим, потому что наша точка обзора вот здесь. Но если мы обойдём и посмотрим по-другому, то мы увидим другое. А ещё дальше отошли и увидели как бы со стороны. Мы можем ещё дальше увидеть. Почему? Позитив — это негатив. Почему негатив — это позитив? Даже взять негатив. Что такое негатив? Негатив — это плёнка негативная, непроявленная. Ну вот представьте, плёнка сфотографировали на старый фотоаппарат, и там плёнка. Пока она не проявлена, эта плёнка, это негатив. Вы её проявляете, появляется фотография проявленная. Негатив — это то, что вы не рассмотрели, не проявили, не осознали. естественно позитив вы не увидите пока не примете вот этот негатив потому что это одно целое мне нравится твой маленький пост про бессмысленной жизни мне тоже нравится не могу разобраться с лишним весом вы излишне придаете вес всему вашей жизни вашим целям вашей работе вашим планам вашему предназначению излишний вес понимаете вы перекладываете все внимание излишне ненужное придавая чему-то важность но так как вы это не осознаете не понимаете вы пытаетесь вот эту пустоту вот этой важности которая нужна внутри здесь чувства такие которые вы хотите заполнить внутри себя этим всем что вы вовне пытаетесь мы короче внешним пытаемся заполнить нашу душевную пустоту наши чувства мы живем ради чувства и познания себя мы все желания хотим ради того чтобы получить что-то но это что-то не материальное это то что дает нам определенные эмоции и чувств мы хотим кофе пить чтобы почувствовать вкус запах насладиться этим мы хотим кофе пить чтобы жажду утолить можно и жажду кофе утолить то есть мы чего-то хотим получить но ощущение мы хотим получить само по себе кофе да оно не имеет никакого значения я просто хочу вкус кофе я хочу видеть что я пью коричневый цвет именно коричневый не хочу белый вот вода прозрачная на меня сейчас не вдохновляет я хочу коричневый понимаете либо хочу красную клубнику потому что она именно красная я хочу красный цвет я хочу почувствовать насладиться красным мы всегда хотим именно все ради чувств каких-то молодой человек нам нужен да для того чтобы мы рядом с ним что-то чувствовали чувствовали там спокойствие душевный комфорт там еще что-то еще что-то безопасность там и так далее нам что то к чему мы привязываемся и что мы желаем вызывают чувства вот эти чувства на самом деле вас уже внутри есть но вы не хотите их в себе отыскивать вам проще добиваться там целей всяких разных и вы думаете что вот это я получу и тогда я получу чувства но вы так думаете но это не так на самом деле эти чувства они внутри вас есть вы можете их вызывать в любой момент не обязательно добиваясь какого-то вашего желания не обязательно добиваясь какой-то вашей цели вы эти чувства можете получить сейчас любые какие вы хотите а ваше желание это всего лишь подсказки и ваш интерес к тому чтобы взять и это получить то есть если вы хотите прям у вас скинуть вес что это вам даст да вам это даст вы почувствуете себя красивой вы наконец-то станете типа себя любить вас будет за что любить если это как красивая мне сделают комплименты меня порадуют на меня обратят внимание то есть вы хотите внимания вы хотите почувствовать что вы такая классная и только после этого я типа любить себя смогу я на я тогда смогу на себя обращать побольше внимания а пока я толстая внимания на себя не обращаю зачем не хочу туда смотреть ни в зеркало ни на себя вообще нафиг надо то есть вы хотите какие-то чувства и вот вы внешним пытаетесь эти чувства заткнуть типа чувство насыщения которое мы испытываем каждый день хотим это чувство насыщения мы не знаем как насытиться чувствами ну не обращаем на себя внимание на свое тело плюс оно еще деревянное вы не спортом там не занимаетесь не разминаетесь мало двигаетесь вот тело бесчувственное а вы чувств хотите вот для этого мы еще и едим еда нам заменяет чувство насыщения бывает такое что вы едите идите идите а чувство насыщения не приходит потому что вы это чувствами хотите и насытится, а не материей. А вам нужны чувства. Но вы не насыщайтесь, потому что вы не чувствуете вкус еды, не наслаждаетесь запахом, не наслаждаетесь структурой, цветом, эстетикой, как это красиво все разложено на тарелочке. Вы не можете насытиться, потому что вы даетесь в себя впихнуть, впихнуть, впихнуть. На самом деле вы чувства хотите в себя впихнуть. Но они и так у вас есть, их нужно просто обнаружить, обратить на себя внимание. Но у вас стоит шаблон, что я не могу на себя обратить внимание сама, я не могу себя любить, хотя вы уже давно себя любите, я не могу себя чувствовать, хотя вы всегда себя чувствуете. Вы просто думаете, что раз я не могу себя любить, я не могу чувствовать, то мне нужны внешние люди, которые будут меня любить. Себя-то я не могу, это чувство-то нужно восполнить, поэтому я стараюсь добиться успеха, стараюсь быть классной среди друзей, стараюсь быть хорошей женой, хорошей мамой, только для того, чтобы вот это чувство, которое я никак в себе не могу рассмотреть, мне дали другие. Еда мне даёт чувство насыщения. Ну не всегда, да? Ну даёт, типа. Вот, еда ещё ваши чувства блокирует, и вы потом перестаёте хотеть, у вас что-то вот это внутреннее не зудит. Вы когда чего-то хотите, у вас такое какое-то странное… В теле такая странная вибрация происходит, когда вы что-то хотите. Вы что-то хотите, а не знаете что, не знаете кого, не знаете чем заняться. Мы это заедаем, поели, такая расслабуха, откинулись на диване, фу. И вот это вот чувство в теле, оно начинает пропадать, которое пыталось вас вывести на то, чтобы вы что-то делали, что-то творили, куда-то там бежали и так далее, чтобы вы жизнью занимались. Но вы поели для того, чтобы заглушить эти сигналы, импульсы вот эти в теле едой, и не думайте об этом, потому что они вас беспокоят. Но в беспокойстве на самом деле самое классное спокойствие, потому что если я беспокойна, я двигаюсь, что-то делаю, что-то хочу, что-то творю. В мозгах я спокойна, у меня жизнь идёт. Когда мы спокойны, у нас просыпается беспокойство, потому что спокойно — это только покойники. Осознайте, что беспокойство — это очень крутое чувство. Но мы это чувство пытаемся всегда на спокойствие поменять. То есть вот мы не принимаем целое, что спокойство в беспокойстве, а беспокойство — оно в спокойствии. Мы вот видим две крайности. Мы наше беспокойство хотим поменять на спокойствие, поэтому мы взяли, поели и успокоились. Но потом начинаем опять беспокоиться. Я ничего не делаю, я лежу, у меня олень, у меня апатия. Ну вы же сами хотели спокойствия. Ну и лежите тогда. Но нет. Конечно, нет, потому что вы целое не видите спокойствия. И беспокойство, что это классное состояние всегда быть в тонусе. Но ваше состояние тонуса вам почему-то не нравится, вам нужно его заесть. А не нравится, потому что вы не понимаете, что делать. Пишите списки ваших желаний. Они дают вам подсказку, какие чувства вы хотите себе давать. Естественно, после того, как вы понимаете, что вы хотите, вам нужно делать, вам нужно действия делать. нельзя вот так просто на диване пролежать и наслаждаться вашим спокойствием и беспокойством где творчество где творить что-то новое но творчество это не значит что нужно слушайте все в кучу намешало походу у меня все такие эфиры будут когда закончу структурно делать или нет творчество я по вопросам просто иду творчество это не петь танцевать там рисовать то мы привыкли с вами до творчества это любое действие делать по-новому а как мы можем его делать по-новому только в единственном случае если вы знаете как вы уже его делали пост как знать что я делал его по старому обратить на это внимание как обратить внимание осознать что я сейчас делаю вот я сейчас пью кофе я осознаю то есть я в моменте здесь и сейчас сейчас здесь сейчас сейчас масло масляное здесь сейчас момент я понимаю что я делаю я осознаю свои действия и только после того как я осознаю что я сейчас делаю, я уже тогда могу сделать это по-другому. Например, взять кофе с ложкой, никогда не пила. Ну, я вообще так не делаю. Сейчас я сделала творческий какой-то шаг. Бессмысленный творческий шаг, но он другой. Всё творчество ваше в каждом вашем действии, в каждой вашей мысли новой, в каждом вашем... Короче, остановимся на действии. Если вы начинаете себя приучать, видеть, что вы здесь сейчас делаете, какое действие, и делать его по-другому, вы приучите себя к этой осознанности. Вы будете осознавать и перестанете руку в костёр, например, класть. Многие постоянно испытывают боль, потому что наступает здравствуй грабль, что такое боль, да, это зацикленность на чём-то одном. Перестаньте зацикливаться. Зацикленность — это ваша привязка. И каждый раз, когда вы в свою жизнь маленькими шажочками, мелочами начнёте любое творчество вносить, но это делается только в моменте, когда вы понимаете, что вы делаете. Это и есть здесь сейчас, это и есть обратить на себя внимание, это и есть чувствовать себя, это и есть прочувствовать, что вы сейчас чувствуете. Когда вы во внимании на себе, все пишут «я хочу чувствовать себя». Ну так чувствуете, но для этого просто анализируйте, что вы делаете, вы тогда себя почувствуете. Обратите внимание, что вы делаете на себя. Вы в это время себя любите, внимание на себе. Это так просто. Почему у вас одни и те же вопросы, как любить себя? Любовь к себе — это внимание к себе. Ещё момент, да, как можно любить себя в моменте, да, это наблюдение за собой получается, делать всё по-новому. И такой момент, когда вы с кем-то общаетесь, вам что-то говорят, вы должны представить, что в этом теле вы говорите сами себе. И что вы при этом чувствуете? Задавайте сначала вопрос о себе, а что я чувствую, пока он мне, блин, это говорит? Я чувствую злость, раздражение. То есть это не он меня раздражает, а я сама себя раздражаю. Что я чувствую? Радость. Внутри у меня радость, я её почувствовала. То есть когда вы всегда находитесь в вопросе, что я сейчас чувствую, вы не можете улетать в бесчувствие и в нелюбовь, ну не можете. Это обычное внимание. Каждый раз, когда вы взаимодействуете с миром, обращайте внимание на себя. Это есть любовь к себе, всё, этого достаточно. Нет никаких других волшебных таблеток, ненужных. Чего вы ищете, какие-то иллюзии непонятные. Вот я сейчас держу ложку, я с вами разговариваю, при этом я чувствую целый букет чувств, и каждое чувство я уже у себя в голове мысленно быстро разобрала. Мне уже понятно, вот я с вами разговариваю, да, мне кайфово. Я испытываю радость, я понимаю, что я сейчас говорю, при этом у меня в руках ложка, я чувствую, какая она на ощупь. Я прям обратила на неё внимание. Но мы с вами живём и делаем вещи неосознанно. Мы едим без вкуса, без запаха, без цвета. Мы не видим вообще даже, что едим. Многие на ходу едят, смотрят фильм, думают, а завтра пишут планы, ещё что-то. Вы не находитесь в ощущении себя в данный момент, что вы чувствуете. Вот я чувствую ложку, я чувствую её цвет, даже запах кофейной от неё исходит. Блин, ну кайф. Ну как вот это вот чувство на себе не может не радовать? Оно пипец как наполняет и радует. Мне кажется, я вот всегда одно и то же говорю одними и теми же словами. И не могу понять, почему вы меня не понимаете и задаёте одни и те же вопросы. Как это объяснить по-другому, я фиг его знаю. Так, мои ожидания ограничивают опыт, который я могу получить сейчас. Перестаньте ожидать. Книга слишком крутая, пишет Виктория. Нелли, скажи всё-таки, реальность — это отражение меня или проявление моих истинных желаний? И то, и то. Реальность — уплотнённая форма ваших чувств. Чувство — это ваше желание, это ваш интерес, это то, что вы в себе хотите познать. Стоимость будет известна после того, как книга напечатается. Пишет Виктория. Так, где можно приобрести книгу? Ну, мы её сейчас издадим. Можно будет, наверное, начать предпродажу. Не знаю, предлагали её вообще за 950 рублей продавать. Мы, менеджеры, мы посмотрим. За 1000 рублей её продавать, или за 200, или за 300 рублей. Но за 300 рублей я не готова её продавать. Это пипец мой курс, какой целый там книжки. Я думаю, что мы сделаем в электронном виде предпродажу, перед печатью, чтобы быстрее её запустить. Вечная проблема с зарядными устройствами, проводами. То ломается, то не заряжается. Это про что? Про что? Про что? То, что, как и у меня, пойти, короче, заняться чем-то не виртуальным, а реальным. Где-то мы упускаем реальность, занимаясь какими-то иллюзиями. Я соглашусь с тобой, что я соглашаюсь. Нормально. О, пошли. Мне надо это прожить, чтобы согласиться с тобой. Да, есть такое. Что значит стрекоза на шее? Как в мультике «Стрекоза и муравей», да. У меня ассоциация, что лёгкость. Я стрекоза «Лето красное» пропела, как зима катит в глаза. Короче, она ничего там не успела, но шубу получила, дом получила, еду получила, всё за неё, всё сделали. Все её желания исполнились. Мораль неправильная там была, с шаблонами, что типа не надо быть стрекозой, трудитесь как муравей. Нифига. Вот. Со старым сознанием. Перепишите эту басню стрекозы на то, что она всё получила в итоге, блин, ей всё дали на блюдечке. Она пела, танцевала, энергии набралась. Сериал ОАА – это что-то невероятное. Да, пересмотрите. Кто не смотрел ОАА сериал, рекомендую, он очень крутой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова